Всем привет дорогие подписчики и зрители канала! С вами снова Зарабаба и сегодня мы начинаем проходить игру по названиям Мистер Преппер, Мистер Выживальщик. Мы с вами будем играть за героя, который пытается сбежать с города, ему это не дают. А игра с выживанием, с крафтом, выходит она сегодня, 18 марта. Кого игра заинтересует, то ссылочка на игру в стиме будет в описании под видео. Но мы начинаем. Я немного поиграл, мне очень понравилось, так что посмотрим как вам зайдет, не зайдет. Вот, пишите все в комментариях и не забывайте ставить свои лайки. Поехали! Новая игра. С тех пор, как мир поглотил чума, в стране поменялось правительство. Жить в этом городе стало просто невыносимо. Он совсем мертвый. Здесь нет ничего, кроме скуки, пропагандистских речей и тотального контроля. Я попытался сбежать, на этот раз у меня ничего не получилось. Но я все равно отсюда выберусь. Меня называют Мистер Выживальщиком. Мы вернулись в ваше место проживания, гражданин. Ввиду попытки побега мы конфисковали ваш автомобиль. Это стандартная процедура. Разумеется, покупать новую вам запрещено. Агентство выражает надежду, что вы не будете предпринимать дальнейших попыток покинуть Мирикосвель. О, конечно, уверен, что полюблю этот городишко всем сердцем. Похвально, гражданин. С сегодняшнего дня вы на испытательном сроке. Я буду регулярно приходить и проверять, нет ли в вашем доме следов бунтарской деятельности. Это стандартная процедура. Не сомневаюсь, что вы будете премьерным гражданином, и мои визиты станут простой формальностью. Боже, храни президента. Боже, храни. Окей. Я остался на всякий случай обучения, вдруг кому это будет интересно. Добро жаловать в обучение, сейчас я вам все покажу. Поехали. Примещение камеры с помощью ВСД, либо зажатую кнопку мышки правую. Все понятно. Это все ясно. Управление выживальщиком с помощью левой. Все замечательно. Можно мне закончить. Два ножа для жатия для бега. Но я, в принципе, в настройках оставил сразу по умолчанию бег. Это намного удобнее. По любому объекту для взаимодействия. Открыть. Мне сейчас-то не нужно. Окей. Не нужно, так не нужно. Пора вздремнуть. Вы устали после попытки побега. Пора вздремнуть. Вы заслужили. То есть, выбираем кровать и вздремнуть. Вот слева вверху у нас наша выносливость. Такая музыка классная. Все, вздремнули. Голод. А вы голодны? Съешьте что-нибудь. Ну, давай посмотрим, что у нас есть в холодильнике. Это наше здоровье и одновременно наш голод. Так. Я предлагаю съесть, наверное, суп. Неплохо так. Держите живучесть на высоком уровне. Это наша живучесть. Живучесть самая важная характеристикам. Если она опустится до нуля, вы упадете в обморок. Ешьте и отдыхайте, чтобы она оставалась высокой. Взгляните на свой новый план побега. Ну, давайте. Почитаем. Наш план побега. Задача номер один. Выжить. Задача номер два. Сбежать. Хороший план. Постройте первую комнату бункера. Ну, давайте строить. Итак, у нас стройка происходит с помощью вот этой кнопочки. Сразу же у нас первое отмечено место, потому что все остальное у нас везде трубы. Соответственно, мы здесь больше ничего не построим. Хорошо, первое место пошло. Строим первый бункер. Классно, конечно, копать и строить. Есть такое дело. Нужно сделать лестницу. Сначала снимите покрывало со своего верного верстака. Насмотреть. Отлично. Ваш верстак слегка заржавел. Посмотрим, как можно его обновить. Создать. Верстак лучший друг выживальщика. Создавай, разбирай, твари. Но агентство лучше о нем не знать. Так, получается, требуется 5 металлов, вернее, и 15 древесины. А у Боба что там должно? А вам понадобятся металл и дерево. Для начала купите 8 единиц металла. Покупки происходят все через почтовый ящик. Что-то там сказал он у Боба что-то есть. Не успел почитать. Что ж, пора закупиться. Ну, давай. Делаю заказ, забираю его через 2 часа. Вот так это работает. Хорошо. Сергей. 8 единиц металла. Это получается... А, у него как раз в наличии всего 8. Все. Я покупаю. Торговать. Доверие какое-то появилось. Это уровень доверия с соседом. Каждый раз, когда уровень доверия повышается, вы получаете доступ к новым, более выгодным предложениям. А еще по рекомендации соседа можно познакомиться с новыми торговцами. Окей. Так, ну, чтобы получать новые уровни, нам, во-первых, надо покупать то, что у него есть в наличии, и продавать то, что у нас есть в наличии. Тогда уровень будет расти. Закрываем, ждем. Получается 2 часа. Лес. Отправляйтесь в лес и раздобудьте бревна. Так, наш инвентарь, получается, вмещает максимум 100. Вес. И идем в лес. Ну что? Заберу бревна и можно возвращаться. Хорошо. Бревна вот, получается, взять. Так, здесь тоже есть бревна? Тоже есть бревна. Взять. Так, возьму ягодки еще, на всякий случай. Почему бы, в принципе, и нет, да? Так, еще одно бревно. И ягодки еще возьму. Это у нас, получается, черника. Отправляйтесь домой. А что, уже все? Не влезает больше? Нет, влезает. Почему бы? Почему бы нам с вами еще не походить? Что у нас там с инвентарем? Восемьдесят восемь. Я бы еще бы сходил бы. Понятно. Меня просто тупо не пускают. Ну, хорошо. Обучение, так обучение. Домой. Так, я как раз пришел почтальон. Забираем металл. И нам с вами нужно переработать три бревна. Создать. Создать. Разобрать. С каждого бревна получаем пять древесины. Ну, я еще сразу разберу. Отлично. Вам письмо. А, лучше свой верстак. Окей, хорошо. Создать. Верстак уровня один. Так, верстак есть. Наконец-то можно сделать лестницу. Вообще-то уже спать пора. Но он спать не собирается. Поэтому нам нужно было восемь металла ровно. Пять на верстак, три на лестницу. Так. Просто поставьте лестницу, зажмите и перетащите. Хорошо. В бункере нужны лампы. Чтобы их сделать, понадобится стекло. Давайте разберем что-нибудь на верстаке. Левый альт плюс ЛКМ. Быстрый подбор. Левый альт. А, вон он как. Так, ну давайте вон стаканчики соберем. А, все, уже не надо. Ну, хорошо. Разобрать стаканчик. Так, и теперь нужно будет создать... Мистер Выживальщик может узнавать новые рецепты, разбирая предметы. Если вы разберете что-то из своего дома, то всегда сможете заново создать эти вещи. Понятно. А, настенная лампа. Создать. Теперь надо лампу поставить, правильно? Установите лампу в бункере, зажмите и притащите ее. Без проблем. Так, давай куда-нибудь ее наверх поставим. Все. До трех ночи обязательно нужно лечь спать. До трех ночи. Хорошо. Ложимся спать, потому что мы уже полностью устали. Работа на верстаке забирает очень много сил. Так, и у нас, получается, с вами будет первая проверка. Так, скоро придет агент. Нужно спрятать или взять все подозрительные предметы. Давай, наверное, повернуть. Вот это вот взять. Терпи. Где-то тоже взять. Потому что бочки для него это подозрительно. И накрыть. Вроде все. Прошу. Товарищ агент. Посмотрим, что тут у нас. Аккуратно. Ничем не выделяющийся дом. Наш идеал. Если вам не безразличны благополучия гражданам. Мирикосвеля и всей страны. К нему нужно стремиться. Ищу следы бунтарской деятельности. Проверка комнаты в соответствии с актом о безопасности и благополучии. Собираю информацию для доклада. Так, его все устраивает? Да. Результаты расследования. Это отчет агента. Чтобы отчеты были хорошие, не меняйте ничего в доме. Недостающие обязательные предметы нет. Подозрительные предметы нет. Уровень подозрительности низкий. Следующий визит 9 января. Да? Окей. Угу. Более подозрительный. Самый подозрительный. Стандартное домашнее оборудование. Рейтинг на ваше устранотрение. Но стоит обратить внимание на отсутствие определенных пунктов или их превышение. Относительно стандарта. А, то есть, меньше тоже плохо, больше тоже плохо. Хорошо. Проводится с интервалом в 1-7 дней, в зависимости от уровня подозрительности. Понятно. Ну, пока, типа, 7 дней. Недельку ждать. Боже, едва пронесло. Надо быть осторожней. Поставьте верстак в бункере. Вообще без проблем. Вот он мой верстак. А, не можешь, потому что сейчас, да, покрывало лежит. Это мы сейчас уберем и... Вот этот отсчет, наверное, я выложу. Понятно. Он пока не хочет ничего выкладывать, потому что пока идет обучение. Ну, ладно. А, на, давай вот тебе верстак поставлю. А что ты не хочешь? Ну, что ты начинаешь? Вот. Отлично. Так, приготовьте себе поесть. Я даже позадракать не успел. Это да. Может, приготовить что-нибудь? Сейчас приготовим, но для начала давай я, наверное, бочки поставлю сюда еще. Раз. Два. Чтоб с собой их не таскать. Три. Так, ну и пойдем что-нибудь приготовим. Опять-таки, что-то готовить надо, чтобы с собой что-то было. Забросить немного сырых ингредиентов, прибавить жару и вуаля, еда. Приготовленная еда намного питательней. Так, у нас куча всего тут овощной. Не забывайте, только приготовленная еда по-настоящему питательна. Хорошо. Овощный суп, морковный суп, свекольный суп, бигус. Сытный аромат на рагу из капусты и мясо. Рецепт бабушки Марианы. Морковное варенье. Черничное варенье. Жареная индейка, жареная индейка. Жареное змеиное мясо, жареная крыса, жареная кабанина, жареная оленина и черничный смузи. Требуется 6, у нас 7. А что приготовить с ума, вам понадобится вода. Подойдет вода из-под крана, ну это понятно. Так, все в принципе. Набираем тогда себе воду. Отлично. И нам тогда нужны ингредиенты. Я вот еще думаю, как его лучше приготовить-то. Допустим, свекольный. Три свеклы. Морковный. Пять морковок. Овощной. Две морковки, одна свекла и две капусты. Получается, я могу приготовить что-то одно. Да, на все остальное не хватает. Приготовь себе поесть. Я приготовил, что не так-то? Поесть сразу? Ну, съешь. Хорошо, все готово. Грандиозный план, пришло твое время. Загляните в свой блокнот. Давай для начала я сейчас что-нибудь открою в холодильнике. Ух, опять ему не надо ничего. Ну, ладно. Повернуть. А, план сюда. Соряныч. В блокнот. Надо бы проверить свой грандиозный план. В блокнот заглянули. Все. Замечательно. Так, это выкладываем, это выкладываем, выкладываем, выкладываем. Продукты есть. Хорошо. Заглянуть в план. Ну, давай, сначала повернем. И заглянули в свой план. Читать. Найти источник пищи. Посадить в бункере растения. Мне нужен источник пищи. Пора создавать подземную плантацию. Агенту это не понравится. Чтобы сделать самую простую подземную ферму, вам понадобится 5-комнатной почвы. Можно сделать на верстаке. 5 пакетов семян. Можно найти в доме. Семена также можно купить. Окей. У нас с вами занесено задание в журнал. Можно создать собственный источник питания. Положить 5 участков почвы в свой бункер. Окей. Для начала давай, наверное, обыщем. Пусто. Я, наверное, сюда положу как раз отчеты этого агента. Простая приманка. Для ловушек. Пусть лежит мне не надо. Деньги. О, деньги я возьму. Так. Семена есть. Это у нас семена морковки. Это семена капусты. Так, это у нас вода. Еще пока не готова. Еще семена. Замечательно. Так, семена у нас есть. Надо будет создавать тогда грядки. Но для начала опять-таки их надо куда-то положить. Так, у нас письмецо. Взять все. Читать. Дорогой сосед. Вам нравятся цветы? Травы? Любые растения? Никак не можете завести друзей? Устали от городской жизни и унылых мужиков в костюмах, которые приходят к вам домой? Любите природу? Если ваш ответ хоть на один из вопросов да, а я в этом уверена. Приходите днем в лес. Возможно, вы найдете там нового друга. Ваша травница. Так, ну слушай. Хм. Во-первых, давайте я создам. Нет. Пока создавать я не буду. Я отправлюсь в лес искать этого нового друга. Травницу. Заодно пособираю там ягоды и бревна. Так, лес уровень 1.1. Так, здесь ни ягод, ни бревен, ничего уже нету. Вот, ягодки есть. Это я возьму. Если что, поделаем смузи с вами. Смюзи. Что у меня там с инвентарем-то? Место есть? 31. А что так много-то? А блин, надо было воду оставить. Вот это плохо. Это я сейчас много-то дров-то не пособираю. Охотничий клуб. Все, что может предложить дико природа Мирикосвилля. У нас можно приобрести мясо самых разных животных. Застрел гуманный. А если же вы хотите поохотиться сами, предлагаем вашему вниманию широкий спектр ловушек и приманок. Ваша охотница Лавиния. Хм, охотница? Любопытно. Надо бы посмотреть, что у нее есть. Это у нас получается как в магазине появится, как торговец. Так, возьму-ка я еще здесь. Возьму здесь. Приманка для редких животных. Тунец. Возьму все. Так, у нас следующий путь. Бревен, кстати, я вообще не вижу. Что-то есть. Хотя бы одно бревно, но это уже что-то. Да не смотреть, взять. Вот, красавчик. Так, ну и пошли тогда на следующий уровень. Зажатый левый контур ускоряет перемотку. Зачем? А, типа, чтобы он быстрее побежал. Так. Еще одно бревно. Это я заберу. Ягодок вроде я не вижу. Забрал? Красавчик. Так, а что-то новенькое. Рычаг. Ооо. Ой, батюшки. Я не пряталась. Я просто... Боб, ты в порядке? Ты и есть травница, да? Ну, здравствуй, лютик мой. А я знала, что ты придешь. Какой сильный и способный парнишка. Давненько меня не называли парнишкой. А вы? О, где же мои манеры? Меня зовут Дженни. Это я тебе писала. Уж прости за всю эту конспирацию, но осторожность сейчас не лишняя. В это время я обычно здесь. Я травница. Ко мне можно приходить со всем, что касается трав. А меня называют выживальщиком. Рад познакомиться, мэм. Прошу зови меня просто, Дженни. Позволь перейти к делу. Мне не помешала бы твоя помощь. Видишь ли, у меня есть чудесная хижина в лесу. Только я не могу туда попасть. Там все время бродит свирепый волк. Я уже все перепробовала. Он не купился даже на вкуснейшую сосиску с ядовитыми травами. Не мог бы ты от него избавиться? Волк и хижина в лесу? А корзинка красная шапочка мне не понадобится? Тебе очень пойдет светло-красная. Но я не из полиции моды. Просто помоги мне. И никому не придется спрашивать, почему у меня такие большие зубы и уши. Взамен ты можешь забрать из моей хижины любые материалы. Я все равно собиралась обновлять ассортимент. А как только я вернусь в хижину, мы сможем поторговать. Договорились? Договорились. Я разберусь с этим волком. Боб, ты слышал? Мы вернем себе хижину. Боб это ее растение. Или бабка сошла с ума. Одно из двух. А может быть и то, и то. Все, слишком тяжело. Блин. Так, почините канатную дорогу в лесу. Это получается максимальный, по-моему, уровень здесь. Насколько я могу судить. Ладно. Пойдем сходим хотя бы посмотрим эту канатную дорогу. Так, надо будет вот так вот, наверное, сделать, да? Хотя уже, в принципе, дошел. Надо в следующий раз вот так вот сюда нажать сначала. Как бы выходишь из леса, а потом нажимаешь снова в лес. И тогда ты быстренько на самую первую локацию пробегаешь. Так, и снова в лес. Это другой разговор. Так, вот. Чинить. Что тут требуется для починки? Только рычаг. Рычаг у меня есть. Так, мне предлагают сейчас нам возвращаться. В принципе. Я все равно отремонтировал то, что требовалось. Табличка о капканах. Использовать. Место обитания. Ну, тут, получается, можно ставить капканы и охотиться. Окей. Так, пора вернуться домой. О, тут еще ягодки есть. Серьезно? Слишком тяжело? А, ровно 100 из 100. Неплохо. Хорошо, тогда возвращаемся. Так, мы прибыли. Вода еще не до конца, да, у нас накопилась. Ну, времени что у нас? Времени пока еще хватает. Давайте, наверное, разберем. Бревна. Так, с бревна разобрали. Что мы с вами можем создать? Нам нужно создать грядки. Пять штук. Да? Да, точно. Значит, создать грядка. Я должен успеть лечь до трех часов. Успею? Прям на последних этих. Потерял сознание? Я же дошел до кровати. Вы были без сознания 2 часа 57 минут. Класс. Ну, в смысле? Я же успел. Зараза. Так, ну что, можно поесть? Ну, пока я поем супчик. Так. Так, подожди. А что-то мне так пропало? Что за гнилая еда? Так, для начала давай приготовим себе смузи. Опять-таки, только могу одну создать, да? Как-то странно. По-моему, я складывал туда ягоды. Нет? Может быть, ягоды долго не хранятся? Тогда их лучше съесть все. Да и все. И смузи съесть. Так, с водой что у нас там? Отлично. Наверное, сразу я могу воду положить сюда? Не могу. Так, давай тогда сюда положу. Да это тоже не помешает. Так, надо будет одна с вами сейчас вздремнуть. Прямо на диванчике. И надо будет сейчас создавать место для наших грядок. Я их создал? Вроде как бы, да? Да, пять штук у меня есть. Хорошо, тогда надо будет создавать сейчас себе место. Так, ну сюда опять не поместится. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Вот. Отлично. Строим. По времени, конечно, очень много займет, но ладно. Плюс, опять-таки, нужна будет лестница. Дождик пошел, кстати, на улицу. Замечательно. Но без лестницы я не могу никуда пойти. А у меня нет металла. То есть, по-любому надо идти к торговцу. Так, Серега, выручай. Серега ничем выручить не может, потому что у него только банки, которые дают как раз металл. Лестница, по-моему, стоила три, да, у нас? Продавать ничего не хочу. Здесь требуется десятка. Здесь тоже десятка. Здесь тоже десятка. Камень десятка. Металл десятка. Стекло десятка. Короче, все по материалам, все по десятке надо будет там. Тогда все, чтобы мы немножко прокачиваться по доверию. Ладно, пока куплю металл. Отлично. Что у нас с вами еще здесь находится? Можно продать, получается, 10 книг, 10 полок, 10 шкафов. Это, получается, 8 древесин и 1 металл. Но пока у нас нет нормального ресурса по металлу и дереву. Так что пока нет, пока ничего не создаем. В супермаркете, опять-таки, можно купить еду. Яйца даже есть. Так, у охотницы. Ей надо, получается, у нее купить приманки три штуки. Продать волчьи шкуры, перья, хвосты енота, хвосты лисы. Бивень и рога. Ага. Ладно, хорошо. Пока ждем. Давайте, наверное... Надо тут разобрать нас с вами и получить... Стекло. Без стекла мы с вами не сможем сделать себе свет внизу. Это 100%, поэтому... Сейчас мы тогда быстренько его разберем. Так, на прокачку рестака требуется опять камней. 15 древесины и 15 металла. Это очень много. Так, сделаем одну лампу себе. Что у нас здесь? Нам нужна бейсбольная бита, чтобы отбиваться от волков. И простая ловушка. Невинных зверюшек. Ну давай, наверное, вот так сделаем. Ловушку тоже, наверное, одну создам. It's a trap. Так. Письмо. Ящик улучшения комнаты. Эх, как надо было забрать металл. Я думал он так просто посмотрит. Что за улучшение комнаты? Ооо, ничего себе. Что-то еще можно улучшать. Так, все взять. И все это дело разобрать. Уже, кстати, темнеет. Так, здесь у нас создается книга, стол, древесина. Понятно. Как раз то, что можно потом продавать. Ясненько, но не это меня интересует. Меня интересует лестница. Так, хорошо. Лестница есть. Давай куда-нибудь... А, сюда я не могу, да? Ну пусть будет прямо здесь. Друг по другам будет. Так, поставлю сюда куда-нибудь свет. Ну и грядки давай. Раз. Два. Три. Четыре. Ну и последнее. Пять. Так, ну и пошли, наверное, спать. Что-то уже темно слишком стало. Мы все ближе и ближе. А, кстати, подожди. Давай я сначала воду еще возьму. О. И вот теперь спать. И вот теперь спать. И вот теперь спать. Три дня мы с вами уже выжили. Три. Но нам нужно все-таки создать уже себе источник еды. Так, давай, наверное, я съем. Вот, неплохо. Ну и пока, в принципе, все. Вот здесь, скорее всего, цвет влияет на качество продукции. Ну, то есть, чем темнее, тем оно уже более такое... Не очень хорошего качества. Более ярко-зеленое, значит, хорошего качества. Это, кстати, энергетик позволяет нам энергию больше. Не спать при этом. Так, здесь что? Открыть, кстати. Может быть, тебя можно как-нибудь разобрать? Нафиг ты мне тут нужен. Я тебя разберу. Да, получу. Получается... Дерево себе, да? Да, целых 10 древесины. Мне ящик тем более не нужен. Замечательно. Так, теперь нужно с вами посадить семена. Ну, давай сажать. Наверное, начнем с морковки пока, да? Ну, и пусть будет, наверное, свекла. Растениям нужна вода и свет, чтобы расти. Воду можно взять в раковине. Ферма всегда должна быть хорошо освещена. Чем больше света, тем быстрее рост. Понятно. Ну, давайте сначала пока польем. Для начала. Да, он говорит, что света нифига нету. Ну, попробуем тогда перенести. Ну, получается, мне не хватает еще одной лампы, да? Ну, да. Давай, наверное, вот так вот поставлю сюда. Высота не влияет никак? Высота никак не влияет. Хорошо. Ставим пока лампу сюда, и нам с вами нужно будет, получается, создать еще одну. Значит, нам потребуется еще один стаканчик. Главное, чтобы до меня потом не докопали, что стаканчиков не хватает. Ой-ой-ой, не то нажал. Вместо Alt нажал Ctrl. И время, так сказать, ускорил. Так, давай, наверное, я еще сразу вот этот конверт выложу сюда тоже. У меня как бы здесь будет почта. Здесь всякая какая-то приманка лежит. Тут у меня вода. И больше в ящиках нет ничего. Хорошо, разбираем этот стакан. Самое, получается, сложное, это добывать стекло. Может быть, кстати, будет песок какой-нибудь, и мы будем просто плавить. Будет какая-нибудь печка. Так, создаем тогда, получается, лампу. Итак, источник пищи есть. Надо свериться с планом. Проверьте свой грандиозный план. Ну, пошли проверять. Как же мне сбежать? На машине? На самолете? На ракете? Не-е-е. Бред какой-то. Придумать план. План побега. Беги, выживальщик, беги. Один, два, три. Нужно вдохновение какое-то. Нужно еще подумать над планом. Как мне сбежать? Нужно вдохновение. Найти вдохновение, чтобы придумать грандиозный план побега. Так, я вот что думаю. Наверное, я возьму ловушку. И возьму приманку. Взять все. У меня приманки есть. Давай. Ох ты, почитай, он бежит. Отправимся в лес. Поставим приманку хотя бы, да? Может, что-то мы сможем поймать. Ух, сколько всего. Взять все. Читать. Уважаемый мистер-выживальщик. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Вы очень интересный человек, мистер-выживальщик. В наши дни таких днем с огнем не сыскать. Знаю, что ваше небольшое путешествие обернулось неудачей. Очень жаль. Но если позволите, мне бы хотелось посоветовать вам играть по-крупному. Не ограничивайтесь землей, прилагая к письму кое-что полезное. Я его уже опробовал. На первый взгляд это может показаться безумием, но я знаю, что вы, выживальщик, справитесь. Не беспокойтесь, я сохраню ваш секрет. Я вам еще напишу. Искренний ваш, Минитмен. Интересно. Я не знаю этого парня, но вдруг он пригодится. Может, у него есть другие любопытные вещи. И он захочет поторговать. Поторговать. Здесь что у нас? Читать. Протокол инспекции граждан. Зачем мне протокол? Я, в принципе, и так все знаю. Так, все это я выложу здесь. Фотография ракеты. Ну, кстати, это, скорее всего, у нас с вами и есть вдохновение. Как не смешно, а это все-таки может работать. Мне правда так кажется. Но сначала нужно придумать план. Хорошо. Пошли. Придумаем тебе план. Создадим свою ракету и сбежим. Спланировать. Пришло вдохновение. Фотография ракеты. Красавчик. 50 камней. 50 камней, 20 металла и 10 стекла. Это построит такой бункер. Это грандиозный ракетный план. Фаза номер один. Но, опять-таки, нужно где-то добывать камень, нужно где-то добывать металл и стекло. Пока у нас ничего этого с вами нет. Ох, какая ракета красивая. Ладненько. Так, это все пока цветет и пахнет. Есть пока я не хочу. Давайте я сейчас, наверное, бахну энергетиком. Отлично. Так, теперь... Снаряжение. Я устанавливаю себе биту. Вот. Хорошо. Так, а это... Интересно, она ставится куда-нибудь? Нет. 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 А это что, навыки какие-то? Тут еще есть прокачка навыков. Офигеть. Ладно, пошли в лес. Приманка для ретных животных. Но эта приманка-то маленькая. Так, опять-таки, собираем ягоды и собираем бревна. Вопрос, как это все дело ставить с приманкой? Место обитания. Угу. И подожди, как с тобой быть? Открыть. Приманка. Заготовить. Все, как бы все готово. Пока это все дело готово, мы с вами пойдем дальше. Нам же с вами надо волков убивать. Но по пути я соберу себе ягодки. Так. И мы с вами починили подъемник, кстати говоря. Идем с вами на второй уровень. Так, здесь тоже опять требуется починка. Рычаг и 15 металла. Хм. Этот рычаг должен где-то в лесу. Понятно. Так, это переход на следующий уровень. Вижу бревно. Вижу ягодки. О, стекло. Взять все. Вес 39. Пока неплохо. Пока тянем. Так, что у нас там с местом? 83 места маловато, конечно. Не поспоришь. Так, это опять он с вами охотец тут. Говорит. Перья, кстати, можно потом будет продать. Ну, вряд ли, конечно, сейчас возьмет бревно. Да, слишком тяжело. Что у нас там с местом? 89. Ну, вроде по времени хватает. Давайте попробуем убить волков. Там типа опасность. Такс. Ох, сколько тут всего. И я смогу все взять. Неплохо. А вот и рычаг. Ах, я вижу волка. Подожди, стоять. Да он же совсем хилый. Сейчас начнется ваш первый бой. Щелкните по волку, чтобы атаковать его. Зажмите левый контрол, чтобы блокировать атаку волка. Или отойдите, чтобы уклониться. Деритесь битой. Удачи. Ха-ха-ха-ха, он не один. Красавчик. Да, те, кто. Да ладно. Еще что? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-ох. Ты е-мое. Ха-ха-ха. Так, забирай пока Это все дело Слишком тяжело Давайте я предлагаю туда сейчас вернуться Домой Что смогу, конечно, заберу А в хижину мы пойдем уже На следующий день Потому что сейчас Там что-то надо будет забрать, а забрать я не смогу У меня не хватает места в инвентаре Я не люблю, когда у меня не хватает места в инвентаре Так, пока энергии хватает Давайте, наверное, будем... О, вода есть Надо каждый раз брать воду, потому что Вода всегда пригодится для полива А куда ты дел воду? Вот класс, ты ее просто тупо... А, нет, он ее не использовал Отлично, я думал, блин, ее выкинул куда-то Хорошо Пока хватает энергии Давай тогда Разберем Бревна Каждое бревно весит, получается, 20 Так, шкуры и перья, кстати, можно сейчас продать Еще, получается, я сейчас сюда выложу всякие эти приманки Рычаги, потому что нам сейчас это не потребуется А это занимает место Так, плюс вода Пусть здесь стоит В холодильник смотаемся Выложим консервы Мясо, кстати, можно будет пожарить О, точно Ну-ка, ну-ка, ну-ка Жареная кабанина? Почему здесь кабанина-то? Это же волчатина была При чем здесь кабанина-то? Так, вам нужно поспать Подожди, пока спать-то Лишь бы только поспать Отлично Могу создать 3 Все, красавчик, иди спать туда Четыре дня выживаем, друзья Ну что ж Я бы не отказался поесть Я бы тоже Вот такая, в принципе, игра Пока мне все нравится Пишите свое мнение в комментариях Но мы пока с вами продолжим И увидимся с вами в следующей серии А на сегодня все, ребята Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами Мазар Бабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok